МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Траурная церемония. Тысячи людей со всего мира прощаются с сенатором Джоном Маккейном. Школьное перемирие на Донбассе. Боевики по-прежнему нарушают режим тишины. Сегодня украинские военные зафиксировали 4 обстрела. Противник вел огонь из гранатометов и стрелкового оружия. Технику, запрещенную минскими соглашениями, не применяли. Самая напряженная ситуация была возле Крымского, Светлодарска и Широкина. Неподалеку от него в Гранитном побывал и наш военкор Руслан Смещук. Поселок Гранитное под Мариуполем. Отсюда до передовых позиций боевиков меньше километра. Поэтому нынешний день знаний тут один из самых необычных вдоль всей линии фронта. Большинство этих детей не раз попадали под обстрелы. И все же школа работала. Во многом благодаря этому война не изменила полностью привычный уклад жизни. Все бывает. Когда-то детки пошли. У меня внучка идет в первый класс. А старшая в четвертом. Одна закончила как раз, когда началась война. В этом году в школе пополнение. Набрали новый класс. Першачки у нас в этом году 17. 6 девчаток и 11 партий. Вы знаете, можно сказать, что это мало, но я говорю, что это много. Потому что это первая линия размежевания. Вот туда посмотрим. И это, на жаль, неподконтрольная территория. Вже через 5 километров. На 1 сентября сюда, в Гранитное, приехал гость из столицы. Принимали детей из Гранитинской школы, возили по столичным музеям, показывали памятные места. И тогда мы пообещали детям на их запрошение, что приедемо в эту школу. Это особенная школа. И особенный день. Достаточно большая часть из этих украинских ученей живут на темчасово окупованных территориях. И когда они кладут руку под час выполнения украинского гимна, когда смотрят на наш прапор, когда отримают напутные слова от руководства государства, мне кажется, что это очень правильно. Генпрокурор дарит первоклашкам подарки и едет дальше. Пункт пропуска Марьенко. Сейчас его обустраивают крытыми павильонами. Это, пожалуй, один из самых комфортных пунктов пропуска на Донбассе. Реки назад я был на КПРВ и очень критиковал областного влада за то, что допустили в таких ненормальных условиях тысячи людей украинцев, которые перетинают на темчасовую линию размежевания. Сейчас, видите, происходит строительство. До зимы закончат нормальные цивилизованные ангары. Утепленные санвузлы, система безопасности. Все продумано. Люди стоят полчаса, 40 минут максимум в чергах. Так что думаю, что влада забыла то, что может забыть для наших жителей в этих очень специфичных условиях. После этого генпрокурор встретился с бойцами подразделений ВСУ, которые держат оборону на нулевых рубежах. Руслан Смещук, Вадим Ревун и Антон Чиженко. Подробности телеканал Интер. После убийства главаря так называемой ДНР Александра Захарченко боевики на Донбассе заблокировали линию разграничения и не пропускали людей. Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Герасченко обратилась к координаторам ОБСЕ с просьбой разблокировать работу пропускных пунктов. После обеда боевики все же начали пропускать местных жителей с оккупированной территорией, но только незначительное количество автомобилей. Что же касается дела возбужденного генпрокуратурой против Захарченко, то теперь его закроют, об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко. В Вашингтоне буквально только что завершилась служба в Национальном кафедральном соборе. Те, кто работал вместе или дружил с Джоном Маккейном, собрались, чтобы почтить его память. За всеми событиями следит мой коллега Дмитрий Анопченко. У него узнаем подробности. Дима, здравствуй, расскажи, как сегодня проходило прощание с сенатором Маккейном. Тебе слово. Катюш, ты знаешь, самое главное, что запомнилось, что почувствовалось, это то, что за торжественностью американцы сумели не растерять искренности. И вот эта церемония в Вашингтонском национальном кафедральном соборе, она буквально только что закончилась, ты правильно сказала. Люди вот еще только что в эти минуты выходят на площадь перед собором. Она не была казенной, она не была пустой, а она по-настоящему была искренней, когда действительно были и слезы, но при этом были и улыбки, потому что вспоминали светло. И эту церемонию назвали не похоронная церемония, не прощальная церемония, а церемония чествования жизни Джона Маккейна. Вот просто почувствуйте разницу. Чествование жизни. А значит, это не о смерти, не о потере, не о боли, а это об огромной благодарности, которую все, кто пришли сегодня в национальный собор, чувствовали к Маккейну, а то любви, которую они к нему чувствовали, потому что было действительно много слов любви. Эти же слова говорили и люди, которые прощались через Маккейном, обычные американцы. Вот только представьте, им нужно было выстоять в очереди под палящим солнцем в условиях сумасшедшей жары свыше трех часов. Люди собирались со всей Америки, люди приезжали из соседних штатов, по несколько часов проводили в машинах для того, чтобы добраться до Вашингтона и просто выстоять эту очередь и войти в зал, склонить голову и помолчать. Разумеется, были и слезы, плакали в основном те, кто работал с Маккейном, кто знал его лично, но в основном это еще и были слова благодарности. И вот что сами американцы нам говорили. Послушайте. Я восхищаюсь этим человеком и его принципами и благодарна за все, чем он пожертвовал ради нашей страны. А я приехал поблагодарить Маккейна за всю его работу, за все, что он делал годами и взял с собой сына, чтобы он посмотрел на великого человека и понял, что значит патриотизм для каждого из нас. Он ведь единственный был настоящим героем и патриотом. И вы знаете, вот это показательно, это очень чувствуется сегодня. То, что происходит, это все-таки не о смерти, это о жизни, о праздновании жизни. Давайте праздновать его жизнь, сказал сегодня президент Буш, который выступал на этой церемонии. Два президента, два очень разных политика из противоположных лагерей, Джордж Буш и Барак Обама. Еще при жизни Джон Маккейн попросил, чтобы они выступили на этой прощальной церемонии. Были очень трогательные слова, и в частности, очень трогательные слова говорил Барак Обама. Послушайте. Мы придерживались разных политических взглядов, часто оказывались в разных лагерях. Джон никогда не стеснялся прямо сказать «не», если и облажался. А по его мнению, было это чуть ли не каждый день. Но несмотря на все это, я всегда им восхищался. Его жизнь, каждый ее поворот, каждый поступок – это был тест, который он раз за разом достойно выдерживал. Выступление Обамы было очень искренним. И, вы знаете, даже несколько раз, если вы следили за трансляцией, вызвало это выступление улыбки в зале и позволило осушить те слезы, которые были на лицах у родных Маккейна. Сейчас здесь, в Вашингтоне, среди приглашенных есть и украинские политики. Ну вот, к примеру, Виталия Кличко я буквально несколько минут назад вот здесь видел выходящим из собора. Приехал и президент Порошенко. Это частный визит. Сегодня утром президент, по его собственным словам, провел встречу с конгрессменами, где говорил о противодействии второму северному потоку. Но главное все-таки не это, главное не политика, не переговоры. Для него главное было отдать дань чести сенатору, который был другом Украины. И вот как об этом сказал глава государства. Это, наверное, одно из последних моих встреч с ним. Это было решение спольно вирушить до наших морских пехотинцев, которые держали оборону в районе Широкино. И за 10 километров до подъезда служба безопасности мне сообщила, что начался артиллерийский обстрел позиций, куда мы ехали. И я назовжди, на все життя запоминал в его словах, что в найважчие и в найнебезпечнейшие часы вашей истории, пане президент, я с вами. Так что церемония сегодня очень трогательная. Церемония, когда без преувеличения, скажу, вот как свидетель, который видел все своими глазами, во время которой очень светло вспоминали человека, который оставил очень серьезный след в истории Америки, ну и, как видите, в истории не только Соединенных Штатов. Завтра будут похороны. Сегодня здесь огромное количество журналистов. Ну а завтра не будет ни одной камеры, ни одного журналиста, ни одного репортера. Будет закрытая церемония только для самых близких. Катя. Дима, спасибо тебе. Дмитрий Анопченко был на связи со студией из Вашингтона, где сегодня прощаются с сенатором Джоном Маккейном. Убийство в столице ночью в Киеве зарезали 30-летнего мужчину. Об этом сообщили вновь с полицией. Около 4 утра правоохранители получили сообщение о том, что в Голосеевском районе в подземном переходе на проспекте Лобановского находится мужчина с ножевым ранением. Личность убитого не установлена. При нем не было документов. Следователи открыли уголовное дело по статье умышленного убийства. За совершение такого преступления закон предусматривает до 15 лет лишения свободы. В результате при отработке этого правопорушения до управления полиции доставили несколько человек. Сейчас с ними проводятся следственные действия и установляется их можливая причетность до выполнения этого злочина. Человека, которого выявили и с ножевым ранением, на этот час не установили. На выгляд ему 25-30 лет. Поэтому мы возвращаемся к всех граждан, у кого возникли близкие родители, сразу дать нам эту информацию. В Ревненской области лесовоз вылетел с дороги и врезался в дерево. Водитель грузовика погиб. Когда экстренные службы прибыли на место ДТП, потерпевший был еще жив, но без сознания. Из покореженного салона спасителям пришлось извлекать его с помощью специнструмента. Но спасать мужчину медикам так и не удалось. А в самом Ревне полиция задержала своего коллегу с нелегальным янтарем. Служебный автомобиль остановили на въезде в город. В салоне правоохранителей нашли почти 15 килограммов необработанного камня. За рулем был оперативник уголовного розыска из главка полиции области. Янтарь он перевозил незаконно, утверждают в полиции. На время расследования его отстранили от выполнения служебных обязанностей. Он не затруднился, он будет фигурантом этого криминального проведения. Гривне 22 года. Сегодня день рождения украинской национальной валюты. В сентябре 1996 года за одну гривню давали 100 тысяч рублей. Американский доллар стоил гривню 76 копеек. Как взрослела национальная валюта, расскажет Любовь Кукла. Понятное дело, что у нас экономика развивающаяся. Это причина с девальвацией гривны. Это сейчас, но как все начиналось? 1 сентября 1996 года в Украине появляется первая национальная валюта. Гривня. Стартовые возможности у гривны были одни из самых лучших. То есть вообще, если взять денежную реформу, которая была проведена в Украине, это одна из лучших реформ за всю историю независимости. Она была проведена действительно очень качественно, очень своевременно, очень технологично. И главное, она была проведена быстро. Быстро, отменно, но ненадолго. Виной всему 98-й год – азиатский финансовый кризис. В мире глобальный дефолт. Все это привело к тому, что тот экономический рост, который мог произойти благодаря введению национальной валюты, он был нивелирован кризисными влияниями. И мы опять погрузились в пучину, скажем так, стагнации. И экономический рост начался через несколько лет. Она росла, хоть и не очень заметно. И если стабильность, у нас валюта не всегда могла блеснуть. Главным козырем была защищенность. И действительно, за счет того, что делалось с нуля, монетный доллар, ну то есть эти печатные деньги, действительно защита была большая. То есть, чтобы правильно, мы за аналог взяли евро. Ну, доллар – это один из самых незащищенных, не удивляйтесь. Она очень старая. По этой причине она менее всего защищена. Гривна на самом деле является одной из самых защищенных валют. Почему очень мало поддельных гривен на рынке? То есть намного чаще встречаются, например, поддельные доллары, даже поддельные евро, чем поддельные гривны. Но не только в этом дело. Интереса нет. Номинал гривни попросту обесценился. Девальвация произошла по большому счету из-за глобальных финансовых кризисов и, конечно же, политики. В нашей стране, к сожалению, политинтриги – стабильное и привычное явление. О чем говорят эксперты? Прогнозы, по правде говоря, не очень оптимистичны. Цифры в обменниках могут стремительно измениться и не на пару гривен. И это при том, что украинцы полностью привязаны к импорту, то есть к доллару. Сегодня доллар и евро по привычке покоряют новые высоты, а гривня измеряет новые глубины. Естественно, еще не повторила рекорд, например, Зимвабве, да, с многомиллионными показателями инфляции, когда деньги перевозили в тележках. До этого нам еще далеко. Возможно, далеко, а возможно и нет. Каким будет курс, по правде говоря, спрогнозировать точно не может никто. Любовь Куклы и Сергей Килимник. Подробности. Телеканал Интер. Украина готова к новому учебному году, заявил премьер-министр Владимир Гройсман. Отметил, что образовательная реформа долгосрочная и результаты будут видны только через 12 лет. Однако процесс уже стартовал. Правительство выделило миллиард гривен на переоснащение начальной школы. Около 40 тысяч учителей уже прошли переподготовку. Также в рамках реформы премьер пообещал повысить зарплаты педагогам. Мы сегодня закладываем основу новой качественности обучения через 12 лет. Наши программы направлены урядовые и государственные на то, чтобы поддерживать украинскую обучение. Ну и безумовно, нужно помнить о том, что нужно повернуть внимание к украинскому учительу, в частности, что касается заработной платы. И мы уже несколько лет назад работаем над тем, чтобы увеличивать заработную плату для наших обучений. Столичная гимназия А+, сегодня открыла свои двери для первоклассников. Солнечные батареи, энергосберегающие окна, футбольное поле с подогревом и эксклюзивная методика обучения. Чем еще удивляет школа будущего, выяснила наша Лариса Зубенко. Арина первоклассница. Говорит, гимназия, в которой будет учиться, ей нравится. Там и друзья, и учителька добрая. А еще солнечные батареи, энергосберегающие оборудование и окна с терморегуляцией. Основатели гимназии А+, уверяют, при строительстве учли все современные тенденции. Школа, да, школа непростая, конечно, она инновационная. Здесь много очень использовано новых технологий. Вот это все поле закрыто тепловыми насосами. И, в принципе, холод, тепло, она к городу никак не привязана. К электроэнергии она, конечно, привязана еще. Нет такой генерации, которая могла бы поместиться здесь и была бы, в общем-то, возможна. Мы сделали так, чтобы затраты на эксплуатацию были минимальны. Педагоги гимназии разработали собственную методику обучения. Главное – объяснить ребенку, как ему пригодится во взрослой жизни тот или иной предмет. Педколлектив подбирали тщательно, говорят, в дирекции гимназии. Преподавателей искали по всей стране, на работу принимали на конкурсной основе. Мы больше 20 детей в класс не набираем, потому что уже есть какие-то проблемы с построением учебного процесса. И даже на 20 учениках у нас работают два ученики в классе. Выкладывать материал линейно уже не можно. Мы начали переписывать предметы, особенно предметы природного и научного цикла, на проектную основу. Мы объединяли их таким образом, чтобы у детей была целесная картина света, чтобы они понимали, на что они в это учат. Современное оборудование классов, спортивные площадки – все это нравится не только детям, но и их родителям. Во второй класс она сюда пришла, потому что первые отходили, и очень нам нравится. И видим положительные тенденции в ее обучении, общении с детьми, с людьми. То есть мы даже не задумывались, куда идти нам во второй класс. И так же самое надеюсь, что будет с третьим, четвертым и девятым. Это очень такой инновационный, очень крутой проект, потому что ты попадаешь в стены этой гимназии. Мне самой захотелось в самом деле учиться и быть ученицей, потому что я понимаю, что это очень круто. Потому что очень крутые лаборатории, то есть очень крутые классы информатики. То есть дети действительно обеспечены всем. В этом году в гимназии пять первых классов. В дирекции утверждают, желающих было гораздо больше. Пока в гимназии А-Плюс обучают с первого по восьмой класс. Создатели проекта планируют с каждым годом увеличивать количество учащихся, пока не создадут полноценное учебное заведение с 12-летней программой. Лариса Зубенко, Вадим Сверидонов. Подробности телеканал Интер. Но далеко не все украинские школы готовы к старту учебного года. В одном из заведений Кропивницкого побывали наши корреспонденты. Что увидели, узнаете из нашего сюжета. Дочь Катерины идет в первый класс. Накануне она пришла посмотреть, в каких условиях будет учиться ребенок. Мне действительно торбует подлога, потому что подлога в ужасном состоянии, а дети должны здесь лежать, вставать, потому что новая украинская школа, это больше детей будут находиться на подлоге. И даже если мы ее пофарбуем. Но родители решили, больше никаких денег на ремонт сдавать не будут. Поэтому обратились в Горану с требованием найти деньги на новый пол. А вот подвесной потолок, окна, обои и плазменный телевизор родители купили раньше. Из приобретенного за бюджетные деньги ноутбук и проектор. А вот современного дидактического материала и даже парт нет. Городское управление образования провалило тендер на их закупку, утверждают родители. Его результаты были скасованы через то, что он проявил, что тендерный комитет выкинул одного из участников и потенциального переможца, потому что они надали наименшую пропозицию по грошам. И пока все жалобы не рассмотрят, дело с места не сдвинется. Поэтому родители пришли к горсовету с требованиями наказать членов тендерного комитета, прекратить ремонты в школах за их счет и обеспечить группы продленного дня. В управлении образования объясняют, денег на все в горбюджете не хватает. Не видят своей вины в том, что не закупили новые парты. По партам не все так отбывается гладко, как мы запланировали. Но детям есть, за какими партами сидеть с 1 вересня, и обязательно все эти парты будут закуплены. Чиновники обещают найти деньги, но родители настроены скептически и требуют не экономить на детях. Ведь после децентрализации доходы местного бюджета выросли. Лина Зеленская, Елена Брынза, Владимир Кувакин. Подробности телеканал Интер. Кропивницкий. Первый звонок на футбольном поле. В Святошинском районе столицы открыли самый большой в столице школьный стадион. Этого подарка дети ждали два года. На открытии побывали и наши корреспонденты. В День знаний ученики 254-й школы собрались не во дворе альма-матер, а на стадионе. К празднику первого звонка в этом году им преподнесли подарок – футбольное поле. Это результат большого совместного коллективного труда. Сегодня имеем самый большой в Киеве, ну, пожалуй, наверное, и в Украине школьный стадион с искусственным покрытием. Это полноразмерный футбольный стадион. Ну, хозяевами стадиона будут дети. Стадион построили за 6 месяцев, но финансирование, а это 8,5 миллионов гривен, ждали почти два года. Поле строили с использованием современных технологий. Заниматься на нем комфортно можно будет круглый год. Мы открываем этот современный футбольный стадион с искусственным покрытием. Завдяки районной программе, завдяки допомоге нашего народного депутата Александра Татьякова, мы смогли сделать это и встануть до 1 вересня. Вы видите, что этот стадион может принимать не только местные, не только областные, а и большего уровня соревнований. Первыми новое поле опробовали школьники. Как твои ощущения? Мягкое такое. Мягкое. Это очень круто, потому что нам теперь где заниматься, футбол где играть. Столичный Святошин уже называют спортивным районом, ведь только за прошлый год здесь открыли 15 спортивных площадок. На очереди еще 7. Марина Григорян, Даниэль Косаковский. Подробности телеканала Интер. Наталья Королевская с гуманитарной миссией «Женщина за мир» посетила Светлодарск и Мироновку. Школьники получили все необходимое для учебы. Коакции по сбору помощи присоединились женщины со всех регионов Украины. Благодаря мужеству и преданности своей профессии, учителя не прекращали занятия ни на один день, несмотря на обстрелы. Участники гуманитарной миссии «Женщина за мир» призвали политиков объединить все усилия, чтобы вернуть мир в Украину дипломатическим путем. Прошло и дня, чтобы не слышно было разрывов снарядов, но при этом, знаете, здесь люди уже, по-моему, привыкли ко всему. И несмотря ни на что, все школы открылись вовремя. Женщины со всех областей Украины собрали подарки и передали сегодня сюда первоклассникам и детям красной и серой зоны Донбасса. Для нас очень важно в эти дни показывать смелым, сильным людям, что мы о них помним, что мы о них знаем. Взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в немецкой Баварии. Это произошло ночью. Через некоторое время после взрыва огонь перекинулся на хранилище сжиженного газа и бензина. Сообщают о восьми погибших. Более двух тысяч жителей пришлось эвакуировать из-за сильного задымления и угрозы отравления угарным газом. На месте работает более 400 пожарных. Полиция оцепила территорию. Причины масштабного взрыва пока неизвестны. В сочинском аэропорту пассажирский Боинг авиакомпании ЮТЕР во время посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся с ограждением. В результате в кабине самолета начался пожар. В это время на борту находились 166 пассажиров. Все не успели эвакуироваться. Сообщается о 18 пострадавших и одном погибшем сотруднике аэропорта, который помогал людям выбраться из задымленной кабины. В больнице остаются трое пострадавших, двое из которых дети. По факту ЧП возбудили уголовное дело. К чему может привести потепление климата всего на 2 градуса и почему в Швеции на музыкальный фестиваль запретили вход мужчинам? Об этом и не только. Далее в нашем обзоре. 200 миллионов тонн зерна потеряют жители Земли из-за глобального потепления всего на 2 градуса. Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в журнале Science. Повышение температуры увеличит популяцию насекомых-вредителей, а они могут уничтожить половину всего урожая пшеницы, а также 30% кукурузы и 20% риса, полагают ученые Стэнфордского университета. По их мнению, это может привести к масштабному продовольственному кризису. Десятки ярких воздушных шаров поднялись в небо над чешским городом Старое Место. Около 20 любительских команд со всего мира, от соседней Австрии, Венгрии, Словакии до Японии и Австралии, состязались в разных дисциплинах. Основная из них – попасть специальными маркерами в установленные на земле мишени. Для этого нужно было несколько километров пролететь против ветра и правильно рассчитать высоту. А в Лондоне прямо над британским парламентом подняли шар в виде мэра города Садика Хана в желтом бикини. Надувного градоначальника запустили в знак протеста. Жители британской столицы не чувствуют себя в безопасности из-за роста преступности и винят в этом мэра. Гигантский шар купили на деньги, собранные активистами – всего 58 тысяч фунтов стерлингов. Он станет частью компании, направленной на то, чтобы заставить Садика Хана покинуть занимаемый пост. Интерактивная выставка «Дом яйца» набирает популярность в китайском Шанхае. Несколько комнат в яичном стиле создали специально для ярких селфи и развлечений. Здесь можно посидеть в гигантском лотке для яиц, попрыгать в бассейне с шариками и покататься в скорлупе. По словам организаторов, этот дом полностью посвящен любимому завтраку у людей во всем мире. Выставка приехала в Шанхай из Нью-Йорка, после чего экспозицию покажут в Лос-Анджелесе. Мужчинам вход воспрещен. В шведском городе Гетеборг стартовал фестиваль исключительно для женщин. Его основали в прошлом году, после того, как на одном музыкальном фестивале 23 девушки пожаловались на сексуальное насилие со стороны мужчин. В итоге мероприятие отменили, а вместо него объявили новое – «Мэнфри». При этом трансгендеров на фестиваль пускают. Организаторы заявили, мужчинам здесь будут не рады до тех пор, пока они не начнут вести себя порядочно. Оркестр гвардейцев Букингемского дворца исполнит хит «Респект» в памяти в американской певице Аретти Франклин. Сотни людей пришли на площадь, чтобы послушать композицию. Очевидцы делились с записями в социальных сетях. Аретту называли «королевой соула». Она стала первой женщиной, чье имя занесли в зал славы рок-н-ролла. Певица скончалась две недели назад от рака. Больше новостей, как всегда, на нашем сайте. Подробности Юэй, а в прямом эфире увидимся уже завтра. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи.